Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. Мы рассматриваем трудные места Священного Писания. Может быть, они даже не настолько трудные, но весьма интересные. И вот часто возникает у нас такой вопрос у многих людей. Как мы сейчас вообще, христиане, почитаем субботу? Празднуем ли мы субботний день? Ведь есть специальная заповедь. Вспомним ее, зачитаем из книги «Исход» из 20 главы. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вона никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыни твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Ну, братья и сестры, вот если бы ограничиваться только Ветхим Заветом, вот тем, что мы прочитали, то да, надо остановиться именно на этом и субботу свято чтить, хранить, ничего не делать, ни мы, так сказать, ни скот наш, ни рабы наши. Вот если бы мы жили в ветхозаветные времена, да, или по ветхозаветам законным, где и рабовладельчество, и социальное такое вот неравенство, несправедливость, то да, можно было бы этим ограничиться. Но все-таки божественное откровение – это не только Ветхий Завет, но это и Новый Завет. И в Ветхом Завете день субботний выделялся только в связи с чем? С тем, что вот Господь сотворил мир за шесть дней, а в день седьмой почил. То есть в этот день мы вспоминаем Бога как Создателя мира, который сотворил все в полноте, в совершенстве и в такой полноте, что там уже не прибавить, не убавить, вот Господь все сотворил. И все красиво было, прекрасно. Но люди-то пали, вот в чем дело. И да, вот мы в Ветхом Завете люди вспоминали вот это миротворение, что Господь, Он, так сказать, источник всего, источник нашей жизни. Он Создатель всего, что мы видим, видимое и невидимое Он сотворил. И поэтому люди вот в этот седьмой день, который был день субботний, отсюда суббота – день покоя, шаббат. По-еврейски, значит, покой. Так как Бог почил от дел своих, да, то и люди тоже как бы они почивали от своих дел, и поэтому посвящали его молитве, каким-то таким благочестивым занятиям. Иначе просто что? Вот если человек не уделяет хотя бы один день в неделю Богу, то жизнь его превратится просто в ад. Он будет постоянно работать, работать внутри круговорот каких-то расчетов, забот, переживаний, и погрязнет в этих мирских делах, и все. Просто вот он, даже морально-нравственно, он исчезнет. И, кстати, потом и производительность труда у него тоже упадет, если он не будет хотя бы один день в неделю отдыхать. Вот. Но помимо Ветхого Завета есть еще и Новый Завет. И вот когда Господь Иисус Христос, который, собственно, есть, вот сам Бог, тоже Творец, потому что Отец, Сын и Святой Дух вместе творили мир, и вот Сын Божий приходит в мир, и мы видим, что вдруг на самом деле он не настолько-то формально строго соблюдает субботу. Он разрешает ученикам перетирать колосья пшеницы, чтобы зерна вкушать, и за это порицают их фарисеи. Более того, Спаситель, с точки зрения тех вот строгих блюстителей закона, он совершает вообще трудновообразимое. Он исцеляет по субботам. То есть все приходят в синагогу для того, чтобы ничего не делать, а просто вот почитать Священное Писание и помолиться. А тут Спаситель видит или там скорченную женщину, или там Сухорукова, или еще кого-то, одержимых недугом, и своим благодатным воздействием исцеляет их. А по представлениям того времени всякое исцеление – это тоже труд, как бы врачебный труд. Поэтому нарушение субботы, субботнего покоя, за что Спаситель постоянно и попрекал их, и Спаситель подчеркивал, что Он есть Господин Субботы. Вот суббота была главнее, пока не пришел Господин Субботы. А вот когда пришел Господин Субботы, то Он совершил нечто более важное. Воскресение Христово. Вот что в центре нашего внимания, то есть если в Ветхом Завете акцент был на Боге как создателе мира, то Новый Завет говорит уже о Боге как воссоздателе. И сам Спаситель, кстати, вот когда Он был распят в Великой Пятнице, то Великую Субботу Он только телом пребывал в покое. Тело было положено в гробницу, да, тело в покое. Но ведь главное – это душа, а не тело. А душою Он делал в эту субботу, еще как делал. Он нисходит во ад, Он выводит души праведников, души всех, кто раскаивался в своих грехах, ожидал Спасителя, готов был последовать за Ним. Вот Господь именно в субботу выводит из ада души находившихся там людей. И это величайшее делание по спасению. Вот как во время земной жизни, во время суббот, Он исцелял, врачевал. Вот так, расставшись с телом, Он Великую Субботу совершает такое духовное величайшее врачевание, изводя из глубин ада души тех, кто там находился. И дальше уже происходит вот такой вот переворот во всем, нарушение всех миропорядков, потому что Спаситель воскресает из мертвых. И свет воскресения Христова – это вот то, что, как бы сказать, перекрывает все данное до этого. Вот приведу такой пример. Ну, немножко вот он как бы из личной жизни, что вот когда мы переехали из города в деревню, то обратили внимание на некоторые такие интересные вещи. Вот у нас на улице фонарей нет. Но оказывается, когда на небе полная луна, то ночью достаточно светло. И если вот именно полная луна, то ночи превращаются в белые ночи. И получается так, что луна тоже дает какой-то вот свет, который, ну, достаточен для того, чтобы видеть все вокруг ночи. Но когда восходит солнце, даже если луна, она где-то вот на небосводе, то луна, она вроде бы остается на небе, но свет ее уже не виден. Она как бы исчезает, потому что явилось солнце. И вот то же самое Ветхий и Новый Завет. И суббота Ветхого Завета – это вот как луна, которая отражала свет и давала определенный ориентир ветхозаветным людям, чтобы они не забывали молиться, чтобы они помнили о едином Боге, который сотворил наш мир. И святость Ветхого Завета – она очень важная, значимая святость. То есть строго вот соблюдать положенные заповеди, слушаться то, что возвещали пророки, соблюдать вот эти все предписания строжайшие. Но когда является свет, собственно, солнца, когда само солнце является, то нужда в отблесках луны исчезает сама по себе. И свет воскресения Христова, он не то чтобы как бы отменяет или уничтожает субботу, но просто в свете самого воскресения суббота утрачивает первоначальный свой свет, как луна утрачивает свой свет с явлением солнца. Поэтому вообще-то Ветхозаветные вот эти предписания, они имели, конечно, такое временное значение. Ну, допустим, когда предписывалось, чтобы первый священник над козлом исповедовал грехи народа, и вот этот козел изгонялся вне стана и погибал там. И понятно, что вот это правило, оно было важно только в какое-то время, потому что с явлением Нового Завета за нас пострадал сам Христос, который принял на себя грехи всех людей и вне стана пострадал и стал таким образом искупителем грехов всех людей. И Ветхозаветное – это вот только такое предустроение и предуказание на Новый Завет. Поэтому, конечно же, в свете воскресения Христова Ветхозаветные такие вот обрядовые постановления, они теряют свой смысл, и все сосредотачивается уже на новом, на новой такой эпохе, новой эре, которая открывает воскресение Господа, и оно выводит нас за грани уже вот этого подсчета просто вот дней, потому что на самом деле день воскресный, он же первый, но он же и называется восьмым у святых отцов, то есть это указание на будущую вечную жизнь. И когда мы приходим в воскресный день в храм, на литургии внимательно молимся, причащаемся святых тайн, то мы как раз приобщаемся в вечности в Господе нашему Иисусу Христе, приобщаемся Его воскресению. Ну, нужно что еще добавить? То, что на самом деле в православной церкви суббота, она вовсе не забыта. Она вот не вычеркнута просто так, то есть в богослужебном уставе суббота выделяется, это не будничный день. И когда, например, пост совершается, то в субботу, как и воскресенье, одинаково, в субботу-воскресенье пост ослабляется. Также если в постные дни совершаются земные поклоны, то в воскресные и субботние дни поклоны земные не совершаются, не положено, потому что здесь, как бы, это дни более-менее такие праздничные. И последнее, что нужно еще отметить, то, что по субботам совершается память всех святых, память Божьей Матери и память почивших христиан. То есть в этом смысле суббота продолжает нести свое значение как день покоя. Вот суббота, шаббат, покой. И мы поминаем упокоение всех почивших православных христиан в надежде, что они сподобятся вот этого вечного покоя. А покой наш только во Христе. Именно Христос есть подлинная суббота, подлинный покой. Но этот покой дарован нам через воскресенье Господа. Поэтому, несмотря на то, что суббота в уставе православной церкви, она все-таки выделяется, не рассматривает как будний день. То есть в каком-то смысле у нас даже получилось два выходных дня, суббота и воскресенье. Ну, на самом деле так, в общем-то, и есть. Суббота и воскресенье, два выходных дня. Но все-таки большее значение отдается именно воскресенью как центральному событию Нового Завета. Когда пришел господин субботы, принялся на смерть и воскрес. Вот это вот воскресенье господина субботы является основным событием Нового Завета, и потому оно положено в качестве основного праздника, и ему мы отдаем первостепенное значение. Нового Завета